Евгений Ванрахович, телеканал Музырь. Скажите, пожалуйста, понравилась вам игра, антураж этого матча и каково мнение о соперниках? Игра не понравилась, но, наверное, это нормально. Мы смотрели вчера игры соперника, позавчера, наверное, это можно назвать весенним футболом такой. То, что касается антуража, антураж тоже понравился. Опять спасибо нашим болельщикам, которые пришли, поддержали нас. У нас было приятно, что в те минуты, когда нам было тяжело, они нас гнали вперед и мы добились положительного результата, потому что мы в любом случае играем для болельщиков. Ну и что сказать по сопернику? Да, соперник понравился. Это то, что я говорил еще на предыдущей пресс-конференции, что мы очень боялись этой первой игры, потому что у нас вообще не было никакой информации по сопернику. Мы вышли, играли с чистого листа. По ходу игры пришлось перестроиться. Я очень доволен, что замена наша принесла свои плоды, что мы взяли сложные три очка. И, наверное, это тот случай, когда игра забывается, а счет остается. Спасибо. Следующий вопрос. Николай. Прокомментируйтесь, пожалуйста, обсудите Максима Швецова заявку. Максим после сборной приехал, имел дискомфорт, приводящий мышцы бедра. Мы посчитали, что нужно дать ему отдохнуть. Следующий вопрос. Если вопросов нет, то... Роман Михайлович, скажите, пожалуйста, выход на замену любого еще. Это плановая замена? Нет, я же сказал, это не плановая замена, потому что не имели информации по сопернику, перестраивались по ходу матча. В начале игры было видно, что мы потеряли контроль над серединой, у нас не получался контроль мяча. Мы очень плохо переходили в переходной фазе из обороны в атаку, поэтому мы приняли решение выпустить Зубовича, который перекроет начало развития атаки соперника более качественно. И тем самым мы отрезали двух центральных защитников от начала развития атаки. Получается, вы угадали с заменой? Ну, нельзя сказать, угадали. В любом случае, это, наверное, сложный процесс угадать. Если бы тренеры всегда угадывали, наверное, всегда игроки, которые выходили на замену, забивали. Просто сегодня так сложилось. Егор вышел, забил хороший гол головой, и команда выиграла. Дело в том, что я говорил, что уровень чемпионата Белоруссии достаточно качественный. Еще раз повторюсь, мы смотрели вчера игры, позавчера по телевидению удалось что-то посмотреть. Посмотрите, как Шахтер Солигорск выиграл на последних минутах домашнюю встречу. Команды достаточно равные, команды, независимо, какая у них финансовая составляющая, команды бьются, хотят выигрывать, брать очки. Сегодняшняя игра показала то же самое, что команда, которая приехала к нам на гостевой матч, тоже хотела взять очки и была близка к этому.